МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...взломал сайт избирательной системы. Почему она оказалась такой ненадежной? 14 раз боевики открывали огонь за сегодня. Один украинский военный ранен. Противник бил из гранатометов и пулеметов вдоль всей линии разграничения. Самые горячие участки Крымская, Новгородская, Павло-Поливодяное, Светлодарские наемники атаковали градами. Подробнее о ситуации на фронте расскажет наш военкор Ирина Баглай. Это снайпер, но работает. Дай тебе то, чтобы вы увидели. У них определенный период времени работал снайпер. Снайпер перезаряжается, работают плотнее пулеметы. Пока отработали пулеметы, начинает работать опять снайпер. Пулеметы перезаряжаются. Вот таким вот принципом они работали вчера. Присутствие снайперских групп противника пехотинцы ощутили на всех участках фронта. Это гастролеры из России, профессионалы со специальной подготовкой, говорят военные. Бойцы уже научились определять, провокация это или направленная атака. Поэтому лишний раз на хитрость врага не отвечают. Хлебное перемирие позволило противнику перегруппироваться. И российские оккупационные силы ударили по подконтрольной Украине территории из реактивной артиллерии. Впервые за три месяца на наших позициях разрывались ракеты Града в районе Светлодарской дуги. Наемники выпустили 13 снарядов. Все началось с того, что они кидали обычно осветительные ракеты, которые не взрывают, просто свет. Можно сказать, пристреливались. А потом, сейчас же в последнее время, видно, когда чуть-чуть пристрелялись, начали кидать уже боевые. Среди наших военных без потерь. Помимо снарядов и мин, боевики посреди дня обстреливают позиции и из зенитных установок. Лесистые местности при горке позволяют спрятать зенитку и мобильно скрыться с передовой. Эти осколочно-фугасные снаряды, они призначены для уражения поветренных целей. Они пролетают в певную дистанцию, потом самоликвидируются. Если человек попадет под такой дождь из острого железа, последствия для него могут быть фатальными. 23-миллиметровый снаряд. Там, в принципе, его вага 400 грамм. Если его разрывают, то, сами понимаете, это как разрыв гранаты. Так что, если человек находится безусловно под местом разрыва снаряда, то результаты могут быть плохие. Разведку боем боевики чередуют с разведкой с воздуха. Огневому подразделению противовоздушной обороны удалось сбить российский беспилотник. Со стороны оккупированного Первомайска он направлялся в глубокий тыл подконтрольной Украине территории. Ирина Богдан, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. В Одесской области прошли испытания новой крылатой ракеты. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке. Ракета успешно прошла огневые испытания, поразив цель на расстоянии в 100 километров. Это новейшее оружие может уничтожать любые морские и наземные цели и укрепит оборону Черноморского и Азовского побережья Украины, написал глава государства. Появится ли в Украине день памяти погибших защитников? Ветераны АТО и родственники погибших на Донбассе предлагают президенту утвердить день скорби 29 августа. Именно в этот день, в 2014-м, произошли трагические события под Уловайском. Тогда, по официальным данным, погибли 366 украинских военных, около полутысячи получили ранения, более сотни попали в плен и пропали без вести. Каждый год, 29 августа, в день Иловайской трагедии, люди собираются на Михайловской площади в Киеве, чтобы почтить память павших. В этом году здесь установят электронный терминал «Книга памяти» с информацией о каждом погибшем воине. Эти герои войны, это и ДАП, и Дебальцево, и Широкино, и Светлодарская дуга, и Авдеевка. Это не важно. Братерство говорит, что этот день, 29 серпня, будет днем памяти всех загибших защитников Украины. Наскомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг собирается отменить со следующего года формулу «Роттердам плюс». Поэтому расценки на электроэнергию для населения изменятся и станут рыночными. Действующая система тарифов зависит от стоимости угля на биржах Нидерландов. Эта схема вызвала много нареканий. В НКРІ хотят, чтобы с 1 июня следующего года украинцы сами смогли выбирать поставщиков электроэнергии. Компании теоретически будут конкурировать между собой. Внедрение открытого рынка – это требование ЕС. То есть, 23 серпня мы и будем принимать решения, которые дать запроведение нового рынка электроэнергии. Визнаю так же, чтобы втратили чинность этот порядок формирования прогнозовано оптово-ринковой цены. И безусловно этим порядком предназначена так называемая в народе формула «Роттердам плюс». Она уже не будет нужна, потому что это уже рынок, который не будет регулироваться нами как регулятором. В Украине возросло количество автоугонов. В среднем уходит по 15 машин в сутки. Дешевые авто воруют из-за дефицита запчастей, а дорогие – под заказ. Если хоть один надежный способ защитить своего железного коня, знает любовь кукла. Угнать за 60 секунд. Абсолютно любую машину можно угнать, только нужно время. В стране стремительно растет количество автоугонов. Цифры говорят сами за себя, уводят до 15 машин в сутки. Угнать можно любой автомобиль, в зависимости, конечно, от уровня, от квалификации угонщика. От тех инструментов, которые он использует, может уходить от 20 секунд и до нескольких минут. Угонщики не боятся вскрывать машины даже на глазах у владельцев. Стоял автомобиль вот на этом месте. Здесь всегда паркуются? Да, я приезжаю и оставляю автомобиль на этом месте, спокойно, в безопасности. Автомобиль Сергея Филиппова воры увели прямо со двора, перелезли через забор, пока мужчина спал. Перелезли они вот прямо в этом месте, причем самая высокая точка забора и самая неудобная. Тут неудобно немного перелазить. Я ничего не поправлял, так и оставил для отпечатков, для полиции. Сломали фонарь, пока лезли. Ну, соответственно, тут перепрыгнули и открыли ворота. Преступники открыли ворота и уехали на его авто. Обратился в полицию. Ну, ответ был такой, да, мы будем принимать какие-то меры. Единственное, я у них попросил бланки, чтобы они мне помогли на просмотр видеонаблюдений различных учреждений. Вот поскольку понимал, что никаких действий предприниматься у них не будет. На камерах видеонаблюдения свое авто Сергей узнал сразу, рассказал об этом полиции. Но все тщетно. Машину до сих пор найти не удалось. Автоугон и бизнес в Украине процветает стопроцентный. Панация от воров попросту нет. Несмотря на все новомодные системы защиты, украсть можно все. И чаще всего в зоне риска оказываются машины, которые оставляют на открытых парковках у магазинов или офисных зданий. Ведь там до вашего авто никому нет дела. Злоумышленники выслеживают машину жертвы. Зачастую в дорогих машинах есть система дистанционного открытия дверей. То есть, когда у человека ключ лежит в кармане, злоумышленник находится у квартиры жертвы, либо ходит за ним в супермаркете с чемоданчиком. В это время другой злоумышленник находится с приемником возле машинки и машинка открывается. Угоняют все, что ездит. От элитных Бентли до народных Ланосов. Тем не менее, не ворами едиными. Очень часто в тандеме с ними на арену выходят аферисты. Звонят владельцам авто с предложением купить информацию. Дескать, знают, где машина. Ведь пока человек в панике, он готов почти на все, чтобы вернуть автомобиль. По-любому автомобилист должен вспомнить, что у него находится в автомобиле то, что знает он. И когда вот эти вот аферисты, они по-любому будут связываться. Связываются. Нельзя никогда вестись. Никакие деньги не перечислять. К сожалению, побороть волну автоугонов не удается. Да, и шансы найти угнанную машину мизерные. И раз панацея не существует, остается надеяться только на удачу и человеческий фактор. Ведь очень часто краденые автомобили находят не профессионалы, а пользователи соцсетей. Любовь кукла Сергей Келемник и Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Львов залило. Дождь, который шел около часа, превратил улицы города в реки. Машины буквально плавали в воде. Из-за грозы трамваи и троллейбусы остановились. По некоторым улицам проехать было невозможно. Но находчивые львовяне придумали выход. Несколько девушек уселись в резиновую лодку и поплыли по улице Сахарова. Дождевые потоки затопили подземные переходы, а в некоторых местах провалился асфальт. Стекать в воде было некуда. Ливневки забиты мусором. Спецоперация «Лес». На Буковине задержали КамАЗ, доверху забитый высококачественной древесиной. Кто и куда вез полсотни бревен, дуба и ели, расскажет Ольга Паламарюк. Фуру, груженную лесом, правоохранители заметили рано утром в одном из стол недалеко от Черновцов. Остановили, чтобы проверить сопроводительные документы. В накладной оказались неточности. На транспортном способе было загружено 18 колод породы дуб и 36 колод породы смеряка. В целом 19 куб. метров деревни. 38-летний водитель КамАЗа признался, лес вез на пилораму, и фура, и древесина его собственные. Почему подделал документы, толком не объяснил. Мол, спешил и случайно взял не ту накладную. Но вот общественные активисты в этом сомневаются. В полиции открыли уголовное производство, лес и КамАЗ арестовали. Но вот дойдет ли дело до суда? И накажут ли виновников незаконной вырубки ценной древесины? Активисты считают, вряд ли. К слову, высококачественную древесину незаконно пилят не только на Буковине. Так, два грузовика задержали и ривненские полицейские, изъяли свыше 60 кубов древесины. И опять же, отсутствие чипов, подделанная документация и абсолютная уверенность водителей в своей безнаказанности. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Украсть Залезнесса блокирует работу химических предприятий группы Остхим. Руководители завода утверждают, что железнодорожные перевозки фактически прекратили. Под угрозой срыва осенняя пассивная. Подробности в следующем сюжете. Склады переполнены, а вывозить нечем. Украинец отказывается выполнять условия контракта с азотными предприятиями Остхим. Перевозчик не поставляет на заводы железнодорожные вагоны для транспортировки минудобрений. Критическая ситуация уже сложилась на предприятиях Черкасский азот, Ривный азот и Северодонецкий азот. Это погрузочный терминал Черкасского завода. Руководители предприятия разводят руками. Сегодня делают последнюю отправку. На сегодняшний день потребность предприятия порядка 50 полувагонов в сутки. Вот вы видите сейчас последние два полувагона, которые мы после загрузки вынуждены будем товарную продукцию укладывать в склады и на открытые площадки. Это емкость складов порядка 15 суток. После этого предприятие может полностью остановиться. В компании озвучивают цифры. С начала августа в ровно из 200 поставленных поставили 101 вагон. В Черкассах из 470 прибыло только 163. При этом в рамках договора за последнюю неделю Укрзалезницы должна была отправить на азот и 240 вагонов. По факту поставили только 12. Неоднократно мы писали письма. Мы выполняем свои обязательства по оплате, по арендной плате. С их стороны обязательства по поставке подвижного состава не выполняются. Единственное, чем мы сможем вывозить товарную продукцию, это самовывоз. Но самовывоз обеспечивает порядка 20% производства товарной продукции. Все остальное грузится в железнодорожный подвижной состав. На заводах утверждают, с начала месяца вместо транспортировки вынуждены складировать свою продукцию. Если ситуация не изменится в ближайшие пару дней, предприятия могут полностью остановить свою работу. Из-за перебоев в поставках азотных удобрений в первую очередь пострадают аграрии, утверждают эксперты. Осенняя пассивная уже под угрозой срыва. Впрочем, железнодорожников это не пугает, утверждают эксперты. Укрзалезница регулярно нарушает условия своих договоров. Укрзалезница просто не имеет возможности покупать новые вагоны, а также ремонтировать локомотивы в необходимом объеме. Из-за этого возникают проблемы с подачей вагонов, особенно на те станции, которые находятся далеко от электрифицированных участков. Объективно, что тот запас прочности, который был раньше укрзалезницы для выполнения таких функций, он уже иссяк. И теперь позволить себе железная дорога такое не может. Чтобы избежать коллапсов химической отрасли страны, руководители азотных предприятий группы Остхим обратились с открытыми письмами к главе правительства Владимиру Гройсману и главе правления Укрзалезница Евгению Красцову с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию. Мы также отправили запрос в Укрзалезницу с требованием прокомментировать происходящее и объяснить, почему железнодорожный перевозчик не выполняет свои обязанности. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. В Днепропетровской области избили врача. Нападавшего задержала полиция. Это бывший кандидат в мэра Каменского Евгений Найда. Инцидент произошел в горбольнице номер 7. В одно из отделений зашла группа молодых людей, около 10 человек, среди которых был и Евгений Найда. По информации полиции, у него был нож и пневматическое оружие. Парни пришли с претензиями к врачу. У него лечилась родственница одного из нападавших. Она умерла после выписки. Найда оскорблениями не ограничился и избил медика. Он был затриман в порядке статьи 208. Сегодня ему вручено письмо-поведомление о подозрении криминального правопорушения. За частью третью статьи 296. Это хулиганство. А в Ревне врач скорой помощи оказалась в больнице. Бригада неотложки выехала на вызов, а в результате медик получила удар кулаком в лицо. Почему? Выясняла Снижана Седорук. И все у меня появляется. Разбитый лоб, в конечном итоге поломанный низ, вот такие вот черепно-мозковая травма, струс головного мозга. И это я так и заработала, так и подяку на выклику за свою работу. Елена Михайлова в составе бригады скорой выехала на вызов, оказать помощь мужчине, который травмировал ногу. Вместе с ним, рассказывает женщина, был товарищ, изрядно навеселе. И постоянно наравил ударить кого-то из медиков. На скорой женщине работает 33 года. Говорит, во время вызова бывает всякое. И оскорбления, и угрозы. Но чтобы получить удар в лицо, да еще такой силы, впервые. Я закрыла двери в салоне машины. И в этот момент, я не знаю, звідки, это доля секунды, мне прилетает удар в лоб. Я со всей силы, от силы того ударяю, ударяюся боком головы об машину. И поехала, так вот, бед машина, вот так вот спустилась до низу. Нападавший скрился, полиция уже установила личность, его разыскивают. После завершения ликования потерпелой, будет призначена судово-медичная экспертиза, за результатами которой будет принято ответственное процессуальное решение, в частности, и поведение злоумиснику про подозру в чинении злочину. В последнее время подобные случаи не редкость, рассказывают медики. Каждый раз, когда едут на вызов, не знают, чем все может закончиться. И в унисон утверждают, они беззащитные перед агрессивными пациентами. Поэтому призывают вести уголовную ответственность за такие действия. Квалификовать их, согласно криминального кодекса, как перешкоджение профессиональной деятельности. Ну, аналогично это и есть в журналистской практике, аналогично это и относится правоохранителям. Забезпечить, организовать эту безопасность этих бригад. Впрочем, даже элементарного в бригад скорых нет. Ни казовых баллончиков, ни тревожных кнопок. Врачи говорят, писали письма и в Верховную Раду, и в Кабмин, но ответов не дождались. Пока надеются только на себя. Снежана Сидорук, Николай Васильев, подробности телеканал Интер, Ривны. 11 тысяч новых исков подали в суды пенсионеры-силовики. Сегодня они снова встречались с руководством пенсионного фонда. Чиновники уверяют, что готовы погасить все долги, но при этом отмечают, что большинство судебных решений спорные. Нардзеев Сергей Каплин, в свою очередь, заявляет, что власти не хотят выплачивать бывшим правоохранителям положенные суммы и грозит массовыми протестами. Три мільйони родин. И мы готовимся до акции протесту восени. Сьогодні встретились с руководством пенсионного фонда и поставили свои ультимативные требования для уряда и всех социальных и урядовых институтов. Первое. Вы платите 11 тысячам людям, которые сейчас ходят по судам, у которых есть промежковые и остаточные судовые решения, все заборгованности по пенсии. Другое. Вы платите, перерахуйте, соответственно, до чинного законодавства, а не 103-ю постановой, соответственно, до Конституции, пенсии военнослужащим пенсионерам, тем, кто оборонил кордоны нашей державы. Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 50. В память о музыканте в Кривом Роге провели автопробег. Собрались друзья, коллеги и поклонники. В сопровождении полиции колонна проехала от центрального рынка до места трагедии. Напомню, роковая авария произошла в 30 километрах от Кривого Рога. На месте ЧП установили памятный крест. Друзья и поклонники вспоминают Андрея, его любовь к жизни, желание всем помочь и неудержимое стремление бороться за правду. Жилой комплекс вместо парка и школы в Вишневом под Киевом застраивают территорию, которую выделили под городской парк. Жители добились запрета на строительство, на работы не прекратили, а на территории парка появились еще два новых котлована. В деталях разбиралась Ксения Бровиненко. На этих 10 гектарах должны быть парк и новая школа, но территория зарастает многоэтажками. Активисты каждый день дежурят в парке, а вчера вышли на акцию протеста, которая закончилась дракой и поджогом. У нас была мирная акция, но среди нас начали заходить тетушки, вели себя очень грубо, они штовхали женщин, и жители на это очень обурливо отреагировали, начали ввести паркан, нас начали обливать газовыми, из газовых баллончиков, у нас потруились дети, которые стояли на отстане 5 метров от этого всего, женщины потруились, и потом пошла заворуха. Несмотря на судебный запрет строительства и протесты местных жителей, застройщик продолжает работы. Этот котлован на территории городского парка в Вишневом выкопали за три дня. Соседний уже залили бетоном и готовят к строительным работам. Застройщик утверждает, все разрешительные документы у него есть, а землю взял в аренду еще 10 лет назад. Только показать бумаги не может, якобы все они в одном экземпляре. Евро-2000 на подставе решения Вишневой Минской Рады дотованы в 2007 году. Однако депутаты Вишневой Минской Рады той канденции одноголосно стверждают, что вопрос о передаче этой земельной отделке в аренду в то время 2000 не расследовалось. Почему местные власти не реагируют, мы хотели узнать непосредственно у городского головы Вишневого. Но Илья Диков на звонки не отвечает, а на рабочем месте мы его не застали. Мэр от этой позиции, скажем так, больше-менше отторонился. Но, согласно Конституции Украины, он, как городской глава обранной территориальной громады, должен отстали эти интересы. Почему именно такая позиция, такая, более вычисленная, но без решительных действий? Ну, приводит только на думку на то, что он, в принципе, не хочет ничего сделать. А тем временем активисты готовят очередной судебный иск, пытаясь вернуть городу парк. Ксения Барвиненко, Даниэль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. В Британии снова заговорили об угрозе радикального ислама. Журналисты расследуют возможную причастность одного из имамов Манчестера к прошлогоднему теракту, который у нее с жизни 23 человек. Больше расскажет Алексей Пшумовский. Британские журналисты обнаружили видео проповеди имама мечети Дитсбурь в Манчестере, сделанная ровно за полгода до громкого теракта в этом городе. На записи имам Мустафа Граф призывает учеников к джихаду, убийству иноверцев. Известно, что именно в эту мечеть ходил подорвавший себя на Манчестер-арене террорист-смертник Салман Абыди. Джихад во имя Аллаха – это источник гордости и достоинства для этой нации. Мы просим Аллаха даровать победу муджахедам, нашим братьям, которые сейчас сражаются в Алеппо, Сирии и Вираке. Слушал ли Абыди эту проповедь – неизвестно. Однако 10 дней спустя он купил билет на шоу Арианы Гранде в Манчестере, начав подготовку к теракту. Соорудил самодельную бомбу и подорвал ее на себе 22 мая прошлого года в толпе людей, выходивших с концерта. 23 человека тогда погибли, включая самого террориста. Эта запись, сделанная не где-то в лагере боевиков в далекой пустыне, а в самом центре Манчестера, уже вызвала бурю негодования. Ведущие исламские богословы в Великобритании заявили, что эти слова – ничто иное, как прямой призыв к убийству, обвинив имама-графа в радикализации Абиди и гибели людей. А ранее пятеро учеников имама, посещавших ту же мечеть, что и Абиди, уже отправились воевать на стороне ИГИЛ в Сирию. Сам же Мустафа-граф от комментариев отказывается. Еще в прошлом году, сразу после теракта, имам заявил, что мечеть не разделяет взгляды и методы террористов. Однако его биография говорит о другом. В 2011-м он сражался на стороне джихадистов в Ливии против режима Каддафи. Изменил ли имам Мустафа-граф свои взгляды, или все эти годы лишь умело скрывал их от британских спецслужб, теперь выяснят правоохранители. Записи его проповедей и дей джихада уже передали в полицию. Из Лондона Алексей Пшимыски, Сергей Дубинин. Подробности – телеканал Интер. Сам себе хакер в США. 11-летний подросток. Всего за 10 минут взломал сайт, который обеспечивает выборы в США, но получил не штраф, а приз. Все подробности знает Дмитрий Анукченко. Выборы в Конгресс уже в ноябре, но страна по-прежнему не защищена, и вмешаться в ход подсчета голосов способен даже ребенок, уверяют в Демпартии. Ну а тем, кто не согласен, готовы предоставить доказательства. И вот одно из них. На днях на хакерской конференции в Лас-Вегасе 11-летний пацан у всех на глазах запросто взломал сайт избирательной системы США. Меньше чем за 10 минут. Легко преодолел защиту сайта, затем изменил результаты выборов в штате Флорида. Более того, помимо него с задачей, пусть и за большее время, справились еще 35 человек, старшему из которых 17, а младшему 6. Понятно, что нарушать закон им никто не дал. Взламывали не реальный сайт, а его точную копию. Но факт сам по себе поразительный, когда даже 6-летний ребенок смог поменять имя победителя на выборах и количество полученных им голосов. Когда в прошлом Соединенные Штаты отказались от бумажных бюллетеней и перешли на так называемое электронное голосование, многие говорили, ну наконец-то, теперь все будет прозрачно, ни у кого не будет сомнений в честности результатов. Но, как рассказали мне в комитетах Конгресса, первые тревожные звоночки появились еще в 2016-м. Тогда стало ясно, что хакеры получили доступ ко всему программному обеспечению для проведения выборов, а еще к базам данных финансирования компании и к спискам избирателей, причем пытались их редактировать и изменять. Все это было еще при Обаме, но за два прошедших года Штаты так и не смогли ничего кардинально изменить. Софт остался прежним, устройство для голосования, все с теми же устаревшими протоколами безопасности. Этот пост в соцсети на днях шокировал Америку. Девчушка снимает на видео, как взломать машину на избирательном участке. Ловкость рук и никакого мошенничества. Эта машина применяется в 18 штатах. Я сейчас покажу, как ее можно взломать всего за 2 минуты. И действительно, меньше 120 секунд несложных манипуляций и получен доступ к меню, в котором что угодно можно изменить. Так что Конгресс не зря обеспокоен. Проблема очень серьезная, раз уязвимость избирательных технологий очевидна даже детям. Но чтобы попробовать что-то поменять, осталось всего-то 2 месяца. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Родно 4 года назад УПЦ возглавил митрополит Киевский всея Украины Ануфрий. По этому поводу в Киево-Печерской лавре провели службу, продолжит Юлия Жешко. С первым звоном колокола в Успенском соборе собрались верующие на праздничную молитву в честь 4-й годовщины предстоятельства митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. Помолиться за мир съехались верующие из многих стран. Некоторые из них в Украине впервые. Я вообще-то в Украине только первый раз и приехал сюда, чтобы посмотреть на Киево-Печерскую лавру. Как тебе нравится? Да, нравится. Очень красиво. 30 лет уже прихожанка Киево-Печерской лавры. Я в Скандинавии живу. 18 лет не приезжала. Теперь приехала. Из разных стран приехали не только верующие, но и священнослужители. Они приняли участие в праздничной литургии и передали митрополиту Киевскому и всея Украины поздравления от тех, кто не смог приехать. В вашем лице мы видим отца украинской православной цепи. Вы, Ваше Божество, вносите огромный вклад в развитие фархиальной жизни, в восстановление пороганных святых. Сам митрополит отметил, что весь мир сейчас переживает непростые времена. Но, несмотря на это, его объединяет вера. Мы сейчас живем в особое время, время особых испытаний. И слава Богу, что вашими молитвами, вашей помощью мы храним чистоту веры православной. Мы храним верность каноническим преданиям. Хотя сегодня мир предлагает нам иные законы, противные Богу. И даже, несмотря на это, православная церковь едина и нерушима. Раскол ей не грозит, заявил предстоятель. Ваше терпение, ваша любовь, она воодушевляет меня. И не дает мне унывать в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. И понуждает меня, чтобы я вступал с твердыми стопами. Выразить уважение митрополиту Киевскому и всея Украины приехал народный депутат Вадим Новинский. Он уверен, что с ответственностью, которую взял на себя предстоятель УПЦ, справился бы не каждый. Блаженнейший Ануфрий ведет корабль церкви в соответствии с законами и церковными традициями. Не давая никуда уклоняться этому кораблю в сторону, под всеми веяниями политической жизни. И не дал за 4 года втянуть церковь в политику, как бы это ни хотели власть придержащие. Блаженнейший митрополит Ануфрий – это пример настоящего служения. И он выполняет заповедь Христова, что кто хочет быть из вас первым, тот будет вам слугой. И он показывает, в чем цель власти любой, и политической, и церковной. Цель этой власти – это служение другим. Украинская православная церковь призывает людей к миру, говорит политик. Тем более в эти непростые времена. Ну а мы стоим здесь, верим, около нашего пастыря, около нашей церкви, и будем идти до конца, с нами Бог. Молитва завершилась причастием, и все верующие получили благословение. Юлия Жешко и Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности – Юэй. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok